О чем будет третья серия? Наверное, о том, что спасите наши души, это должно быть лозунг к обращению к самим себе. Наступят времена, когда больше никто не поможет. Или сам, или пропадай. А вы, мужчины. И наиболее такие... Знаете, были времена перестройки, ведь страну спасли женщины. Это вот есть огромный памятник женщине Победы, которая стоит на моем кургане. Памятник женщине, которая перенесла. Это памятник всем. Но это была же почему-то просто женщина. И вот, когда наступила перестройка, страну нашу спасли женщины. Мужики в основном кинули, знаете куда? Правильно, пьянство. Миллионы алкоголиков. Спирт, рояль. Я прикидывал деревню. В каждом пятом доме продают. А в каждом четырех из пяти домов покупают. Кладбище подро пополнялось мужиками среднего возраста. А женщины пошли в челночнице. Вы это знаете. Женщины учителя не бросили работу. Если бы у меня, я не знаю, сохранил ли я эти письма. Их бы сейчас. Это так же, как когда-то. Помните, есть музеи, где... Есть музей с письмами. Пронзительные письма. Помните, девочка, которая в осажденном блокадном Ленинграде. Ее дневник, где умирали все. И она одна оставалась. И в конце концов все умерли. Этот дневник... А я был еще ребенком, когда я читал. Плакал. Этот дневник. До сих пор. Может быть, поэтому я сейчас с вами разговариваю. Перестройку. Вот. А я начал печататься. Женщины пишут, как она последнюю морковку отдала своему ребенку. Она уроки потеряла сознание от голода. Это было. Это было, когда нами командовали самые подлые люди на свете. Это сейчас их начинает. Проходит время. Вымирают те, кто умирал с голоду. Кто отдавал последнюю морковку ребенку. Я не шучу. Вот. Мне дураку надо было все эти сохранить. Ко мне обращались, как к близкому другу. А я всего лишь писал садовые рассказы. Садовые. Вот. А люди во мне почувствовали близкого человека. Им надо было выговориться. Вот. Сейчас бы эти письма публиковать. А то... Ельцин такой молодец. Да, он землю раздавал. Больше ничего хорошего не запомнил. Кроме того, что Россия спевалась. Вот. Остатки России разгромленные. Вот. Я... Отдельный бы разговор был бы, как этот самый. Ну, я отклоняюсь. Почему? А Горбачев-то, оказывается, выдающийся. Да чтоб мы без него делали. Он, оказывается, страну спас. Вот он начал править. И вдруг появляется статья о нетрудовых доходах. А наши бабушки, которые получали нищенскую пенсию. Вы знаете, что такое было это? Я приезжал на Украину, которые говорят... Я... Да, это пусть будет политика. Но политика прошлая. Я на современную тень не набрасываю. И надеюсь, ко мне не придут с разборкой. Итак, советская Украина. Которые говорят, что это было самое... Это... Самое-самое. Я приезжал в деревню. В Бельске... Бельске, это Сибирь. Верславский район Херсонской области. Вот. А моя бабушка была пенсия. 20 рублей. 20. А у дедушки тоже 20. Вот это благодетская страна. Благодетствовала. И еще плюс огород. Все. Ай, блин, да. Дальше слушать. Приходит... Я просто остался в душе. Хотя я о другом хотел говорить. Сос, спасите наши души. Но начинать приходится с них. Те, кто нас довел до этого. Заставят дурака молиться. И появляется статья, видимо. На заказная. О нетрудовых доходах. Поступает команда по всей стране. Давайте нетрудовые доходы убирать. И милиция пошла убирать из этих самодельных, этих маленьких пазарщиков бабушек, которые торговали. Ну, загибаем пальцы. Морковка. А? Свекла. Лук. Что это, с собственных огородов. Петрушка. Укроп. Не положено. Представляете? Государственная торговля. Хрен вам эту всю зелень обеспечит. Да еще в середине лета. И вот это выполнялось. А потом команда. Все, ни одной бабушки на улице нет. А почему я помню? Мой сосед, вот, он начал выращивать цветы. Овощи и цветы. Толя Киселев, вот его бывший, это, это самый, дачный участок, потом забросил. И его тоже гоняли. А это я помню. Что вам от него надо было? Господи. Вот. Надо бы это было в этих, картошках в казенном магазине. Брали двумя пальцами, пять гнилых, шестая, нащупывали в этой мерзости, в этой земле. Чем на земле. Шестая целая. И вот люди стоят и выковыривают в это, вот, пачкаясь по локтям в этой грязи. Это была картошка казенная тогда. Да, ребята. Вот. Но зато это было законно. Это был первый пример. Хотите еще пример? А как же без них? Да вы что? А как так можно? Ведь нам надо было порядок в стране наводить. И наводили. Ой, как его наводили. Да. Может на этом остановиться? Сейчас я подумаю. Сейчас я подумаю. А, значит, уровень нашей административной власти. Поступает команда самоверху. Значит так. Везде соглашательства, везде спелись прокуроры, адвокаты, судьи и прочее это самое. Ну, кстати, до сих пор, нет, все, все, в современное время не беру. Вопросы я могу критиковать. А партийные комитеты были в каждой организации. И вот в школу поступает такой, значит, приказ. Должны сесть втроем в парторг, директор и заводчик. Это верхушка. И начать критиковать, кого бардака-то везде хватает. Или хотя бы чего-то нет. А друг друга. Вот. И нужно протоколы представить, что такое было, что они это. Вы представляете, ладно, когда я представляю, берут собаку на цепи, да. А другая собака у другого хозяина. И вот их подводят, их разодоривают. Пас, пас, пас. И они начинают со злобы грыз другую глотки. А здесь это приказано было, приказано в порядке. Они должны были, кажется, найти недостатки у других. Заучу. И вот они вынуждены были. Директор, допустим, да, и говорит. Я буду критиковать. Прошу прощения. Перезвоню через 10 минут. Или ты позвони. Ладно, я занят чуть-чуть. Вот. И. И тогда получается, что И все это протокол. И вот они втроем сочиняют очередную Разборку. Заранее. Ну так, чтобы не обидеть друг друга, Чтобы никого с работы не снять. Директор покритиковал. От самого. Вот. Что-то нашел у него какой-то недостаток. А этот покритиковал, в свою очередь, зауча и так далее. Вот это было на всем серьезе. Зато, когда развалилась страна, Никто палец о палец не ударил. Вот это, к сожалению. То есть, оказывается, страна, Которая не скреплена любовью, А вот такими вот этими самыми, Вот. Она может развалиться. И я почему призываю? Вот сейчас я нажму на кнопку, Хватит. И если вы будете готовы дальше слушать, Это была как бы опять преамбул. Нам обязательно нужно Сделать так, чтобы у нас был Очень крепкий, надежный народ. И сейчас мы будем хотя бы Следующее поколение. Вот. Оно, конечно, никогда таким не будет, Если с детей они снимут паперсы. Вот. Такого никогда не будет. Но, все-таки, Тогда нет надежды. Поговорим.